В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Тематическая свадьба – тренд этого десятилетия. Сегодня важно все продумывать до мелочей. Элементы декора, цвет, свет и, конечно же, наряды подружек невесты. Их задача – подчеркивать красоту главного наряда этого события – платье невесты. Европейский шик отражает идею этого наряда. Комфорт, неброская сексуальность, сочетание красоты и интеллекта – все то, что пришлось бы по вкусу Джейн Биркин или Софи Марсо. Бежевый оттенок вместо кипельно-белого – струящийся лаконичный силуэт. Хлопковая сетка, расшитая шелковыми цветами, слишком изыскана для хиппи, слишком независима для классической элегантности. Поддержать концепцию центрального образа невесты подружки могут, выбрав ту же ткань, но в других оттенках – сложных и благородных. Идею роскоши воплощает наряд невесты в духе ренессанса. Стилизованный лук представляет собой пышную юбку из органзы, обрамленную богатым кружевом с золотой кордовой нитью. Настроение эпохи передают также рельефные линии корсета, подчеркнутые золотистым шнуром. Подружки-невесты, как и подобает фрейлинам, тоже должны выглядеть шикарно, а потому могут выбрать подобное кружево – приплённого зелёного или розового с золотистым оттенков. Лёгкий воздушный образ сказочной принцессы для романтичных девушек. Богато декорированное платье с завышенной талией в серебристых тонах. Пышную юбку создают несколько слоёв ткани – тонкий трикотаж, нежная сетка и невесомое кружево. В подобном наряде важна высокая концентрация блеска. Именно поэтому для декора бюстье дизайнерами были выбраны ослепительно-мерцающие элементы, как и положено прекрасной принцессе. Подчеркнуть утончённость воздушного образа невесты помогут платья подружек из лёгкой органзы с цветочным принтом, к примеру, в нежных оттенках голубого или кораллового. В каком-то смысле наряд невесты определяет концепцию всего свадебного торжества, а идей у современных дизайнеров не меньше, чем у современных невест. Тонкий европейский шик, ренессанс, образ сказочной принцессы – воплотить сегодня можно всё, что угодно. Фестиваль платья города в этом году – это масса неожиданных открытий. Новые имена дизайнеров, новые коллекции уже известных авторов, а также известные люди в непривычных образах – это далеко не всё, чем удивили организаторы. Подробности прямо сейчас. Дефиле под живую музыку – так в этом году решили организаторы фестиваля моды «Платья города». Коллекции дизайнеров-участников представляют под произведения классической музыки, а также кавер-версии популярных песен. Традиционный выход VIP-персон состоялся под знаменитое палладио Карла Дженкинса в исполнении камерного оркестра «Классика». Ну, эмоции, скажем так, необычные для меня в новинку, потому что я до этого раньше никогда не дефилировал на подиум и в качестве модели не выходил. Я сегодня буду представлять одежду российских дизайнеров – это каратамба и Blackstar. Ну, ощущения на самом деле необычные, не хватает галстука, не хватает моего делового стиля, но прям по одежде я чувствую себя более раскрепощённым. Всё-таки одежда очень сильно влияет, оказывается, на поведение человека. Среди участников VIP-дефиле – министр, сенатор, общественный деятель, врач, тренер, спортсмен, бизнес-леди и журналисты. Наряды на выход им создавали модельеры, стилисты и даже театральные костюмеры. Рекордное количество VIP-персон в этом году одевались в доме моды «Фортуна». Это праздник дизайнеров, которые свои работы выставляют. Нам нравится хулиганить, потому что те люди, которые VIP-персоны, они всё равно привыкли в каких-то рамках своих. Но здесь мы всегда обязательно от дресс-кода отходим, мы уговариваем, но тенденции обязательно сохраняем, чтобы это было стильно, чтобы это было красиво и чтобы нравилось нашему клиенту. Это конкурс молодых дизайнеров. Это как бы основа, они будущие портные, будущие дизайнеры. Это такое уже светское и знаковое такое мероприятие. Считайте, ну почти 20 лет уже оно проходит и проходит всегда настолько хорошо и как бы оно любимое нашими горожанами. Ну и вообще как бы собираются красивые люди в швейном деле. Основная программа фестиваля в трёх частях. Российские дизайнеры показали свои работы в номинациях «Единичное изделие», «Перспектива» коллекции молодых авторов, а также номинация «Профи» работы известных модельеров и домов моды. В моей коллекции обслеживается тема зимы, то есть это колоссия на зимнем поле, это тема дороги. И также присутствует тема светской жизни утраченной. Это, например, у меня есть платье с рисунком серебряной люстры, которая символизирует блеск светских баллов. Сегодня участвую в двух номинациях, это «Единичное изделие» и «Коллекция». Коллекция будет летняя, фреш, то есть представим варианты купальников, блуз, брюк, то, что будет актуально в этом сезоне. Фестиваль «Платье города» рассматривается дизайнерами не только как конкурсная площадка, а ещё и как возможность заявить и напомнить о себе и своём творчестве. Именно поэтому модельеры участвуют в «Платье города» не по одному разу. В их числе дизайнер Вита Рева. Работаем очень давно, шьём меха, кожу, занимаемся индивидуальным пошивом. У нас своё ателье. «Платье города» участвуем в третий раз, нам очень нравится. У нас проходит это на высшем уровне. Изысканное сочетание золотого с синим, нежного кружева с шифоном, стразы, цветы и перья – именно так выглядит конкурсная работа Виты Ревы. «Каждое платье по-своему очень интересное, с переходом цвета, от тёмного к светлому. Коллекция называется «История любви». Самыми впечатляющими в номинации «Профи» оказались коллекции Анастасии Тролль из Москвы, Марии Варламовой из Екатеринбурга, а также Виктории Шкульник и Марины Фомичёвой. Клиентки и поклонницы этих дизайнеров смогли увидеть самые свежие работы любимых модельеров. Их видение весеннелетнего сезона 2018 года. Тесура. Роскошь в тканях. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Ульяна Бережунина и Fading Project при поддержке Челябинской филармонии представляют большой экспериментальный концерт «Электрические сны». 5 апреля. Конгресс на выставочный холл «Ленина, 35». Живая энергия, импровизация и электронное звучание. Билеты в городских зрелищных кассах и на сайте kassy.ru Это «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Когда ждешь тепла и лето, а погода этому никак не хочет соответствовать, самое время заняться летним гардеробом. И пусть носить его придется не раньше, чем через месяц, зато поднять себе настроение можно здесь и сейчас. В нашей подборке представлены комплекты, которые объединяет светлый, приятный летний и голубой оттенок, который так идет российским женщинам с их, то есть нашей, неконтрастной внешностью. Деним светлого оттенка – это и тренд, и классика, и просто оптимальное решение для теплого сезона. В нашем случае это джинсовая куртка лаконичного кроя, которая дополняет белое кружевное платье. Расслабленный спортивный образ эффектно дополняет трикотажный топ с сюжетным принтом. Он же с классическими брюками длиной 7 восьмых создает стиль кэжуал. Цветочный принт в бело-голубых оттенках выглядит нежно и трогательно, при условии, что это правильный белый и правильный голубой. С точки зрения официальной моды, главным синем оттенком сезона провозглашен Little Boy Blue. В нашей подборке он представлен в модели Бриджей. Знакомство с летними коллекциями не стоит откладывать на завтра. В нашем регионе лето может настать внезапно, и к этому надо быть готовой. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. То, что йога не только модный тренд, а по-настоящему популярное явление, свидетельствует тот факт, что почти у каждого из нас есть знакомый, который занимается йогой. Кстати, возможностью привести в баланс физическое и душевное состояние могут похвастаться далеко не все групповые программы фитнес-клубов. Если рассматривать йогу только в разрезе физических упражнений, это будет обычная гимнастика. На самом деле понятия йоги немножко больше. Она включает и духовную практику, и медитации. Ну, в общем, это уже становится образом жизни постепенно. Ну, конечно, мы начинаем с работы над телом. И непосредственно через длительное время тренировок мы приходим к тому состоянию, что у нас успокаивается ум, меняется отношение к жизни. Ну, и, в общем, качество жизни тоже переходит уже в другую стадию. И после практики человек выходит уже с довольной улыбкой, легкостью в теле становится целостным и гармоничным. Направлений йоги существует много, но с точки зрения фитнеса можно выделить несколько самых популярных. Кто-то практикует хатха-йогу, кто-то кундалини, кто-то какие-то другие направления, их достаточно много. Если мы рассматриваем хатха-йогу как направление в йоге, она переводится как йога-усилие, изначально требует достаточно хорошего физического здоровья, выносливости и соответствующего настроя. Если человек приходит, допустим, беременный или пожилой, который уже застаревший какие-то болезни, то лучше либо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом, либо идти в тематические группы. Например, группа для беременных, йога для пожилых, йога для детей или в классы йога-терапии. Например, йога для позвоночника, здоровая спина, здоровые суставы и прочее. Как правило, те, кого йога затянуло, продолжают свои занятия и вне зала. Да, йогой можно заниматься дома, по телевизору, но эффективнее, если вы новичок, именно прийти в клуб под руководством инструктора, который видит вас со стороны, он может вас вовремя скорректировать. То есть, если человек новичок, он не может гнуться в силу своего возраста или особенности состояния здоровья, он подправит, постепенно у вас тело начинает требовать этой нагрузки и, соответственно, дома практика продолжается и переходит в образ жизни. В переводе санскрита древнего индийского языка слово йога имеет множество значений. Это связь, союз, слияние или единение. Вся эта многозначность позволяет каждому по-своему относиться к этому явлению и открывать для себя собственные смыслы. Сеть фитнес-клубов «Космос» Чайковского, 58, Каслинская, 23. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина, 65 и Соне, Кривой, 30. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Далее в выпуске – выставка «Небесное и земное» в Музее изобразительных искусств. Эту выставку готовили более полугода. Представить живопись 16-го столетия в нашем городе оказалось не так-то просто. Уникальные предметы изобразительного искусства эпохи позднего возрождения и барокко прибыли в Челябинск из Государственного музея истории религии. Особый температурный режим, увлажнитель воздуха и бережные отношения к каждому экспонату, говорят о особой значимости экспозиции. Живопись такого уровня не приспособлена к тем личным условиям, в которых мы с вами живем. Даже сейчас в Италии, в домах, температура не более 14 градусов. Чтобы живопись не подвергалась разным температурным колебаниям, она любит один примерно одинаковый температурный режим. Перед лицом войны во время тяжких потрясений и бед люди обращаются к Богу в поисках защиты и верного пути. И все эти искания отражаются как в произведениях искусства, так и в других артефактах той эпохи. И вот это вот уникальные, конечно, экспонаты. В прошлый раз не удалось в музее привезти вот этот комплекс, то есть там доспехи 16 века из Нюрнберга, два щита и меч. Это, конечно, потрясающее зрелище. 16 век, это 5 столетий назад почти, да, вот в центре Европы такое могли изготавливать. Знакомые библейские сюжеты в произведениях живописи у каждого гостя вызывают свои эмоции. Эта выставка мне напоминает выставку 16-17 века, галерей, национальной галереи в Лондоне на Трафальгарской площади, где мне удалось побывать в 2009 году. И поэтому у меня очень хорошее впечатление и прекрасные воспоминания. Я вижу классические сюжеты библейские. Это то, что я всегда любила смотреть и у известных художников, и в других картинных галереях, и в мировых в том числе. Здесь очень профессиональный, я смотрю, даже написано, неизвестный художник. Думаю, надо же, я как будто вот старых мастеров известных. Кроме картин в экспозицию вошло более десятка предметов, созданных в период с середины 16-го до 19-го веков. Скульптуры, чаши, вазы и подсвечники. Выставка получила название «Небесное и земное». Контраст обыденного и духовного – основной литмотив экспозиции. Еще больше новостей о красивой жизни, все сюжеты «Бьюти Тайм» и анонсы модных событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я» Имидж-студия Елены Ивановой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова